Чтобы на том или ином участке дороги поставили светофор, на нем должно произойти не менее трех серьезных аварий. Но на барнаульских дорогах иногда происходит и больше инцидентов, однако светофоров на них как не было, так и нет. Например, напротив торгового центра «Ледокол». Ни зебра, ни камера скоростного режима здесь не спасли 10-летнего мальчика от лихача. Когда остальные водители пропустили пешехода, этот даже не притормозил. Я так понял, что вот этот водитель, который избил мальчика, он, наверное, перестроился в крайний правый ряд. Получается, левый и средний ряд мальчика пропустили на пешеходном переходе. А он также пролетел по правому ряду и, наверное, ударил по тормозам, когда уже было поздно. Мальчик перенес несколько операций, но он все еще в коме, а горе водитель под следствием. Кстати, в городе есть еще один печально известный аварийный участок на улице Кутузова. Весной там сбили сразу двух школьников. Девочку, она осталась жива, и мальчика 9 лет. Насмерть. Кстати, наша съемочная группа тоже едва не попала под колеса. Сдерживают скорость здесь также камера и зебра. После трагического случая жители улицы просили администрацию установить светофор. Но власти так и не ответили, а ГИБДД отписываются. Однажды, знаете, и смех, и грех пришлось взять в руки камень, замахнуться, и тогда машины остановились и пропустили. Вот карта некоторых дорог, куда барнаульцы хотели бы поставить светофоры. Возле торгового центра Ледокол на улице Кутузова в районе 113 дома, на пересечении улиц Попова-Власихинская и Чкалова-Челюсткинцев. И это далеко не все участки. Представители ГИБДД так и не смогли конкретно ответить на вопрос, почему в этих местах светофоры не стоят. Якобы определяют аварийные участки и отвечают за их безопасность не они, а владельцы дорог, то есть городская администрация. Мы обязательно составим им дополнительные запросы, попытаемся добиться хоть какой-то конкретики. Все больше зебры и лежачий полицейский автомобилистам не указ, и все чаще от этого страдают дети. Хотя на первый взгляд, вроде простое правило, увидел зебру, притормози. Возможно, законотворцам стоит подумать об ужесточении наказания за несоблюдение ПДД, или упрощение процесса размещения светофоров на дорогах, потому что на кону самое дорогое – человеческие жизни.